16 июня православный мир отметил один из 12 великих христианских праздников – Троицу, или, как ее еще называют, Пятидесятницу, так как празднуется она на 50-й день после Пасхи. Троицу принято считать днем зарождения церкви. Согласно библейским преданиям, именно в этот день произошло сошествие Святого Духа на апостолов. О том, как отметили великий христианский праздник в Славянске на Кубани, смотрите в нашем материале выпуска. Ранним воскресным утром театральная площадь преобразилась. Она по традиции была украшена зелеными ветвями березы и свежескошенной травой, символизирующими начало новой жизни после сошествия благодати Святого Духа. Славянцев с праздником Великой Троицы поздравил священник Свято-Успенского храма отец Владимир. Что же это за праздник? Почему он называется Днем Святой Пятидесятницы? А вот именно когда уже перед самым своим вознесением Господь дал заповедь своим ученикам и апостолам, чтобы они после Его вознесения оставались в городе Иерусалиме для того, чтобы получить божественную силу. Именно Господь этими словами оставил им обещание о Ниспослании Святаго Духа. И вот именно это обетование сегодня и случилось. Сошествие Святаго Духа на апостола, которому празднуем в 50-й день после Пасхи или на 10-й день после Вознесения Господня. И поэтому сегодня, празднуя это событие, мы славословим и прославляем Святую Троицу. Каждый из нас носит отпечаток Божественной и Святой Троицы. Поэтому в сегодняшний день мне хотелось бы еще раз поздравить вас с этим праздником и пожелать быть достойными носителями образа Святой Троицы. Отца, который сотворил все, и в том числе человека. Сына, который искупил нас своей кровью. И Святаго Духа, который освятил нас и освящает всякого человека, который приходит в этот мир. С праздником вас! Для жителей была подготовлена праздничная программа. Юные славянцы могли принять участие в творческих конкурсах и играх. А взрослые – сплести венок, поводить хороводы вокруг березы и послушать концерт. Подготовленные лучшими артистами городского Дома культуры. О полношве неведомо куда И камушки вдоль берега качали И пела нам Малиновка тогда О том, о чем напрасно мы молчали Прошу тебя в час розовый Напой тихонько мне Постарославянским верованием праздник Троицы открывал зелёные святки, которые продлятся до Дня Ивана Купала. В это время проводились разнообразные обряды, направленные на жизнь и плодородие. Одним из таких обрядов является купание семичихи. Эта кукла символизирует плодородие земли. И скупать её – значит умилостливить силы природы на хороший и богатый урожай. Семичиху в воду опускаем, урожат, богатого урожая желаем! Ура! Лети, лети, лети! Убирай наши беды, забирай! Несчастье забирай! Лети с Богом! Под одобрительные возгласы славянцев семичиха отправилась в плавание за хорошими и богатыми урожаями для селян. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова